У Стеллы, город воинская слава, анапчане встретили участников автопробега «Кубань-Крым. Города-Герои». Массовый автопробег проходит в рамках проекта «Жемчужина России-2014» по маршруту Туапсе-Новороссийск, Анапа, Тимрюк, Керчь, Симферополь, Севастополь. Члены патриотических клубов и общественных организаций проедут по двум российским регионам, посетят места боевой славы и встретят День Победы в городе-герое Севастополе. Там нас ждут не только наш автопробег, ждут всех россиян. Приезжайте к гостям. Мы всем вам очень рады. В городе-герой Новороссийске и городах воинской славы Туапса и Анапа у мемориалов участники автопробега берут немного земли, чтобы передать ее в капсулах севастопольцам. Для торжественной передачи анапской земли пригласили почетного гражданина города-курорта Анапа председателя Совета ветеранов Анатолия Гапонова. Он вручил капсулу руководителю акции Владимиру Пухову, а тот в свою очередь передал ее анапским участникам автопробега. Анапская земля, как и вся земля Кубани и большей части России, болит окрою защитников нашего Отечества. Тех дедов и прадедов, которые своей жизнью заслонили страну от фашистской чумы. Освободили не только нашу родину, но и всю Европу, которая рукоплескала советскому солдату-освободителю. Рустем Куртмалаф из станицы Анапска узнал об акции в интернете, отослал заявку, стал участником автопробега. По экспедициям ездит уже давно, но на такой дальний маршрут отправился в первый раз. У меня два деда воевали. Один до Берлина дошел, другой до Кенигсберга и отправили на Японскую войну. Поэтому я не могу пройти мимо против такой акции. 8 мая колонны будут встречать в городе Герой Керчь. А 9 мая в конечной точке автопробега Севастополя кубанцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 69-й годовщине Великой Победы.